В прошлый раз мы нашли самый вкусный цезарь в кофейне Ель. Сегодня тестируем сырники. Напомним, организаторы проекта, как обычные посетители, закупают в кафе и ресторанах Барнаула блюда, а приглашенные дегустаторы вслепую, не зная бренда, выбирают самое вкусное. Сегодня у нас сырники из Лакомки, Ползунова, Ели, Ясной Поляны и Центральной. Ценник за порцию от 215 до 429 рублей. Вот этот очень из крупного творога, сразу видно, что совершенно как будто домашний какой-то сырничек. Напомним, участвовать в проекте и влиять на его результаты за деньги нельзя. Проект не составляет рейтинг, ведь у каждого дегустатора свой вкус, а у заведения свой формат. Цель – побудить заведение города по-новому взглянуть на свои рецептуры и на конкурентов. Здесь мелкий творог, да? Да, это прям творожный творожный. Да, это прям... Это настоящая сырники. Это прям вообще капец-то вкусно. Здесь тоже, соответственно, ребята подали и хорошую сметанку, и конфитюр, поэтому вот эти два заведения очень заботятся о своих клиентах, это приятно. Вот хочется первое место двум даже отдать. Потому что это одно и то. Да, кстати, да, их сложно выбрать. Они даже выглядят одинаково, да? А здесь еще их четыре, понимаешь? Если еще и по цене они одинаковые, то здесь еще и выгоднее для клиента. Вердикт таков. Два дегустатора назвали лучшими сырники из Ясной Поляны, а один отдал предпочтение блюду из Ползунова. Что такое идеальный сырник? Это хороший, качественный творог, и он должен быть обязательно протертый, чтобы не было таких текстур, крупиц. Минимальное количество муки, и сахар должен быть очень в меру. Также дегустаторы отметили, чего не хватает ресторанам Барнаула. Больше полезного меню, блюд без сахара и глютена, а еще хороших доставок и наличие детских зон с аниматорами. Я мама, у меня ребенку котик, и для меня самое важное, чтобы в городе появлялось как можно больше семейных заведений, куда мы можем прийти, отдать малыша к аниматору или в игровую, и просто не думать ни о чем, пообщаться с друзьями. Отзывы, репутация заведения, сарафанный какой-то маркетинг. То есть, когда ты знаешь, что у тебя подруге нравится в этом ресторане, или в этом кафе, или ты сам туда ходил неоднократно, и тебе нравится качество, оно стабильное. Тогда можно заказывать там уже и доставку. Это проект «Честная дегустация». Тестируем заведение Барнаула и пробуем его на вкус. Дальше больше интересных блюд, новые приглашенные эксперты и независимая оценка. Анастасия Дороган, Мария Мацаева, Андрей Печоркин. День с толком.